Дорогие друзья, вообще-то Михаила Маргирова представлять не нужно, но все-таки я его представлю. Специальный комитет по международным делам, Совет Федерации, человек, обладающий не просто знаниями, но и талантом эти знания передавать. Поэтому по вашей просьбе, настоятельной просьбе, он согласился здесь выступить. По формату это будет не очень большое выступление, потому что, так я понимаю, было желание задать вопросы. Я прошу вас, закрывайте дверь, заходите как-то, здесь есть место. Тут еще два стула есть. Да-да, не стесняйтесь. Я абсолютно убежден, что время пройдет быстро, вы смотрите потом на портале, да не только вы, но и другие студенты российские смогут это посмотреть на блоге. И от живого общения, возможности, которых вы сейчас получаете, вы получите, конечно, огромное удовольствие заранее в этом уровне. Спасибо большое. Ну, вам слово. Спасибо, Алексеевич. Коллеги, здравствуйте. Понимаю, что сегодня уже конец учебного дня, и всем хочется любимые стены института скорее покинуть, поэтому я действительно постараюсь быть максимально живым и интерактивным. Я, наверное, скажу несколько слов для начала. Во-первых, хочу поблагодарить тех неравнодушных студентов, которых я помню и по Парижу, и которые активно участвуют в этом проекте «Глобальный ноль», в коем я сопредседательствую с российской стороны, а с американской посол Ричард Бёрд, бывший главный переговорщик по договору СНВ. На самом деле есть о чем рассказать, и когда мне позвонил Анатолий Васильевич Таркунов со словами «Что ж ты наших детей обижаешь и со студентами не встречаешься», я сказал, что по объективным причинам, ибо в тот момент, когда он позвонил, я находился как раз в Вашингтоне. Заехал я туда после Праги. В Праге было, как вы помните, подписание договора СНВ-3, а в Вашингтоне сначала был ядерный саммит, потом я поехал на два дня в Гарвард выступать с лекциями, как раз в том числе и по СНВ-3, и про проект «Глобальный ноль». А потом мы больше недели с делегацией моих коллег, членов Совета Федерации, общались с американскими сенаторами, членами Палаты представителей на Капитолийском холме о синхронной ратификации договора СНВ-3, о том, что будет дальше, о том, какие следующие шаги. То есть, по сути, занимались такой очень плотной, напряженной работой по взаимному образованию, когда там в день по 10 встреч, и ты встречаешься со своими партнерами и говоришь им, собственно, как ты видишь их и слышишь от них, как они видят тебя. Что мы имеем на сегодняшний день? Откуда вообще возникла эта история про СНВ-3? Что такое перезагрузка? И что из себя вообще представляют наши отношения с Соединенными Штатами Америки? За 21 год уже с момента падения Берлинской стены и за 19 лет с момента распада Советского Союза Россия и США умудрились протратить огромное количество возможностей для того, чтобы сделать наши двусторонние отношения стабильными, партнерскими, предсказуемыми и скучными. Наши взаимные отношения – это всегда драма, иногда трагикомедия, иногда еще что-то более грустное, но все равно в этих отношениях колоссальную силу имеет элемент эмоций, исторических экскурсов, элемент идеологизированности. И что интересно, вот сейчас с отставными сотрудниками, с поставленными республиканской администрацией встречаешься, которые расселись по профессорским позициям, они говорят, да, вы знаете, вот вы были тогда правы, когда упрекали нас в идеологизированности. Это мы сейчас вот можем сказать, а тогда-то мы не могли, у нас дисциплина была. Ну так вот, и когда мы поняли, что после трагедии на Южном Кавказе в августе 2008 года наши отношения с США оказались в точке ниже нуля, даже не глобального нуля, а просто такого вот физического температурного нуля, наше взаимное доверие было никаким, и куда плыть дальше стало совершенно непонятно. Мы еще до победы Обамы, и в этом зале есть тому свидетели, начали на съезде в Денвере обсуждать с командой Обамы то, какими же должны быть наши отношения на самом деле в случае, если демократы победят. В чем главная проблема внешней политики республиканцев? Почему они завели в тупик американскую внешнюю политику? И почему Нобелевский комитет обрадовался до такой степени, что пришел не республиканец, а демократ, что присудил в качестве колоссального аванса Бараку Обаме Нобелевскую премию, которую ему теперь приходится мучительно отрабатывать? Дело в том, что с точки зрения американцев, я сейчас излагаю их видение, республиканская политика внешняя поставила под угрозу глобальное американское лидерство. Это то, ради чего вообще американская внешняя политика существует, ради поддержания глобального лидерства. В Ираке успехов видимых, мягко говоря, нет. В Афганистане инкубатора демократии, особенно после последних президентских выборов, не получилось. Наряду с этим растут региональные центры силы, такие, как страны БРИК, такие, как новые тигры в Юго-Восточной Азии, не разрешили республиканцы проблему с Ираном. Тут еще шандарахнул глобальный экономический кризис. Это уж совсем всех привело в состояние глубокой грусти, когда торговые комплексы стали закрываться в некоторых регионах Соединенных Штатов Америки. Но как-то совсем грустно стало. Северо-корейская проблема не решается, с Ираном непонятно, куда дальше. В итоге начался своего рода такой критический анализ внутри американской политической элиты. Как же из этого всего выходить? И вот одним из элементов того, до чего додумалась американская политическая элита, стала предложить России перезагрузку. Перезагрузку придумали не мы. Это не успех нашей дипломатии, это то, что предложили нам. Другое дело, что мы к этому были готовы. И, собственно, именно это пытались предложить американцам все последние 4 года нахождения во власти президента Джорджа Буш. Начали мы перезагрузку с реализации русской пословицы, которая заключается в том, что все новое – это хорошо забытое и старое. Если мы еще на уровне нашей бюрократии помним, как считать боеголовки и носители для этих самых боеголовок, то, собственно, и решили перезагрузить наши отношения с темы сокращения стратегических наступательных вооружений. На самом деле, похоже, начало получаться, хотя получалось все это не очень быстро и не очень легко. Во многом утрачена институциональная память у них и у нас, как вести подобного рода переговоры. Больше 15 лет эта тема не была актуальной. И, тем не менее, получилось. Причем, когда наши команды переговорщиков сидели в Женеве, было видно, что уже и мы, и наши партнеры, что называется, скребем по сусеку. В Женеву на поддержку той команды переговорщиков приезжала очень уважаемая женщина, сенатор Файнстайн, руководитель комитета по разведке Сената США. Другое дело, что ей 80 лет. Вот она помнит. От нас приезжал Александр Сергеевич Засохов, бывший председатель комитета по международным делам Верховного Совета СССР, которому 76 лет. Он тоже помнит. Вот мое поколение еще что-то помнит. А вот вы никогда со всей этой тематикой не сталкивались. С одной стороны, слава Богу, а с другой стороны, тема-то актуальна. Поэтому не могу не порадоваться тому, что у вас к этой теме есть интерес. Значит, что сейчас у нас на повестке дня? И каким образом вот эта вся перезагрузка СНВ-3 связана с глобальным нулем? Часть республиканцев полагает, что Обама толкает страну в пропасть, говоря о необходимости в последующем, в дальней перспективе, отказа от ядерного оружия. Выдвигается огромное количество аргументов по поводу того, что, значит, ограничение стратегических наступательных вооружений и идея отказа от ядерного оружия никоим образом не добавляет стабильности, не избавляет нас от угроз по типу иранской или северокорейской, не избавляет нас от, не минимизирует, точнее, угрозу ядерного террориста и так далее, и так далее. Другие республиканцы в республиканском же лагере, и уж тем более подавно большинство демократов, как раз говорят, что нет все совсем наоборот. Вот именно поэтому сейчас наша задача, наша, как российских парламентариев и американских сенаторов, поддержать вот те идеи, с которыми выступили президенты Медведев и Обама, поддержать эту самую перезагрузку, попытаться обеспечить синхронную ратификацию договора. Почему мы так долго сидели в Вашингтоне? Потому что ни они, ни мы не знаем, как это сделать. Мы никогда в жизни ничего синхронно не ратифицировали. Мы сейчас даже с Верховной Радой Украины, я почти уверен, синхронно не ратифицируем соглашение о Черноморском флоте, потому что мы не умеем этого делать. У нас просто разные парламентские процедуры, у нас разный регламент. Скажем, в России это делают две палаты парламента, Дума и мы, у американцев это делает только Сенат. У нас совершенно по-разному работают аппараты, у нас все другое. Но кажется важным, чтобы, может быть, и не синхронизованно, но как-то параллельно эти процессы шли, и мы не оказались бы в, скажем честно, в дурацкой ситуации, в которой мы оказались с договором по СНВ-2, когда мы побежали впереди паровоза, ратифицировали договор об СНВ-2, в итоге получили не ратификацию этого договора американцами, и после этого, что еще было, самый неприятный выход американцев из договора по противоракетной обороне. Мы сейчас повторять эту ошибку не будем, и, собственно, наши американские партнеры это понимают. Вот, собственно, процесс идет, мы будем двигаться вперед. Параллельно с этим идет и работа над проектом «Глобальный ноль», на мой взгляд, тот план реализации этого проекта, который был принят на саммите в Париже, хорош всем, кроме одного. Мы так до конца и не понимаем, каким образом реально вовлечь в эту дискуссию китайцев, реально вовлечь в эту дискуссию израильтян, реально вовлечь в эту дискуссию пороговые страны, вроде Ирана или Северной Кореи, хотя и на этом пути тоже бывают удивительные политические прорывы. Вот буквально три недели назад я принимал в Москве своего визави председателя комитета по международным делам обороны и безопасности израильского КНЕСЭТа Цахи Анегби. Его делегация впервые, опять же, встретилась с Сергеем Кириенко, главой нашего атомного агентства, и впервые обсуждала ядерные вопросы в формате «Россия-Израиль». Такого не бывало никогда. Вот на этой мажорной ноте, собственно, я и хочу завершить свои короткие вступительные комментарии и надеюсь, что самой интересной частью нашей встречи все-таки станут ваши вопросы. Милости просим. Ну что, есть смелые, да? Смелые есть, я по Парижу знаю. А можно спросить, как раз по поводу Парижа? Да. Париж — это столица Франции. Спасибо. Все из ребят знают, что есть такая организация Global Zero. Не могли бы вы о ней что-нибудь рассказать? И вообще мы знаем, что вы являетесь одним из учредителей этой организации. Сопредседателем. Сопредседателем. Ну, что такое организация Global Zero? На самом деле, было бы неправильно, если бы я рассказывал вашим коллегам-студентам. Это должны делать вы, потому что, собственно, вас возили в Париж, вас образовывали. Вот вы теперь должны по принципу от человека к человеку вести пропаганду и рассказывать об этом всем. Есть интернет-ресурсы. Как нас учат президенты России, очень важно, чтобы молодое поколение все время было в интернете. Вот. Ну, вы же со мной согласны. Я могу лишь сказать вот что. Просто получилось в какой-то момент так, что собрались очень неравнодушные, очень серьезные люди из города Вашингтона, города Москвы, которых поддержали столь же неравнодушные люди из многих европейских и мировых столиц, и забили в колокола тревоги. Забили в колокола тревоги. И вот почему. Потому что всем стало понятно, что режим нераспространения ядерного оружия трещит по швам. То, как он был задуман отцами создателями режима нераспространения, как вот любит повторять тот же самый Киссинджер, что это политика кнута и пряника. Но только сегодня становится очевидным, что кнут неэффективен, а пряников они там хотят все больше и больше. И стали думать над тем, а какие есть механизмы привлечения внимания политических элит и общественности к вот этой самой теме необходимости воссоздания эффективного механизма нераспространения ядерного оружия. И решили сделать это через идею глобального нуля. Идею на сегодняшний день, конечно, для многих абсолютно утопическую. И понятно, что ни в ближайшие 30, ни в ближайшие 50 лет вряд ли все страны дружно откажутся от ядерного оружия, как в свое время это сделали, скажем, Казахстан, Белоруссия, Украина, Южная Африка и Ливия. Пока таких стран 5, которые отказались от того ядерного оружия, или тех ядерных возможностей, которые были у них на территории. Но очевидно, что для того, чтобы куда-то двигаться, нужна цель. И вот такой целью был объявлен, собственно, этот самый глобальный ноль. А все более подробные детали уже расскажете вы своим коллегам-студентам. Так, ребят, давайте вопрос. А вы сказали о привлечении внимания элит государств, благодаря этой организации, вот то, чем она занимается, и общественности. Как вы видите привлечение внимания общественности? Потому что, как вы говорили в интервью и нам, и не раз, что вопрос не стоит в поездке дня в России. Встает. В связи с договором СНВ-3, в связи с тем, что эта тема вновь вернулась на первые полосы газет, на экраны телевизоров, в связи с тем, что об этом говорят высшие должностные лица государств, хочешь не хочешь, но эта тема актуализируется. Помимо этого, мне кажется, довольно активно про это, про все рассказывают и российские, и американские участники проекта. Но для меня здесь очень важно, чтобы вот эта тема ядерного разоружения и тема вообще нераспространения ядерного оружия не превращалась бы в истерику, в такую истерику, как это было, скажем, в 50-е и 60-е годы, чтобы мы, вот актуализируя эту тему, не докатились до нового карибского кризиса. То есть оно, конечно, надо понимать эту угрозу и надо как-то ей противодействовать, но не надо лазить под стол всей семьей для того, чтобы, значит, избежать одного из поражающих факторов ядерного оружия. Михаил Анатольевич, а можно-то от того, по какому вообще видите, проявляться с идеей, с самой идеей раздвижения ядерного оружия? Ну вот смотрите, значит, у США и России 95%, 96% даже говорят дотошные люди, мирового арсенала ядерного оружия. Мы договором по СНВ-3 пошли на абсолютно радикальные сокращения. При этом надо помнить, что американцы сокращаются больше, чем мы. Надо помнить, что мы избавляем себя от необходимости постоянно чинить старье, которое досталось нам в наследство от СССР. При этом нам никто не запрещает вести работы над тем, чтобы булава, наконец, летала. Нам никто не запрещает вести работы над тем, чтобы наши другие средства доставки ядерных боеголовок модернизировались бы. Никто не запрещает этого и американцам. Но то, что мы в величинах, в количественном отношении делаем резкий шаг вниз, мы даем тем самым сигнал другим странам, членам ядерного клуба, и говорим, что да, мы готовы сокращаться дальше. Мы декларируем это как одной из наших целей. Но на следующем шаге, нравится вам это или нет, вам придется участвовать. И совершенно ясно, что, условно говоря, мы могли бы, конечно, одеть розовые очки, возлюбить друг друга братской любовью и упасть до уровня по 200 боеголовок на страну. То есть уйти на уровень Израиля, например. Над нами бы смеялись китайские товарищи, над нами бы смеялись французские коллеги, не поняли бы этого шага британцы. В мире ядерный паритет, как ни крути. И он сложился, и мы получили его в наследство от лет холодной войны таким, какой он есть. И даже при очень большом желании мир невозможно изменить революционно. Мир можно менять только эволюционно. Вот СНВ-3 — это один из важных элементов вот этой самой эволюции. Мы дружно с американскими партнерами из обезьян с ядерной бомбой превращаемся в людей с ядерной бомбой. В первую очередь потому, почти по теории Дарвина, в первую очередь потому, что мы не хотим всего да побольше. Мы говорим, вот нам нужно сегодня для поддержания безопасности вот столько-то. Вот на этом уровне мы и будем. А дальше мы готовы идти вниз. Но пусть за нами последуют другие. Можно я добавлю, Михаил Александрович? Здесь три фактора еще есть, ребят, которые надо учитывать. Которые объективно будут обесценивать ядерное оружие, нашим партнерсалом. Это эффективность ядерных вооружений. Вообще вооружение измеряется точностью. Вот сейчас обычные виды оружия, они в общем уже сопоставимы по точности. Вынесена круговая ошибка с ядерными потенциалами. И это ведет объективно в эту сторону подталкивать. Потом китайцы, и не только китайцы, будут увеличивать свой ядерный потенциал. Это второй фактор, да? Ну и третье, то, что я считаю, может быть, расскажете, подробнее, это взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями. Потому что на самом деле наступательные, нет ядерного потенциала как такового. Ведь в свое время была взаимосвязь, в 80-е годы четко зафиксирована, от которой отказался Горбачев в конце 80-х годов. Ядерный потенциал – это взаимосвязь трех компонентов. Наступательных, стратегических вооружений, оборонительных, то есть системы ПРО в данном случае, да? И системы боевого управления связей и заразведки. Вот то, что там говорят радары, да, спутники и так далее и тому подобное. То есть то, что управляет всем этим. Вот это один комплекс наступательно-оборонительный. Поэтому огромный успех, как я так понимаю, американцы здорово сопротивлялись нашей дипломатии. И заключалось в том, что мы хотя бы обозначили, вернули в этот договор взаимосвязь с оборонительным потенциалом. Да, то, что мы добились введения в преамбулу упоминания систем противоракетной обороны, и то, что мы выступили с нашим односторонним заявлением, в чем на самом деле нет ничего экстраординарного. К договору СНВ-2, если я помню, было пять, да, в общей сложности односторонних заявлений, как наших, так и американских. СНВ-1, то же самое. Как бы просто, когда стороны до конца не договариваются по всем позициям, они как бы заявляют свою позицию в виде одностороннего заявления. То есть, в этом нет объявления войны, да, то есть, мы все равно договорились, но только наши нюансы в отношении того или иного элемента того, о чем мы договорились, вот такие вот. Что касается, значит, вот всей вот этой вот системы ядерного оружия. Противоракетная оборона была очень долгие годы, вот весь, наверное, последний срок Джорджа Буша-младшего колоссальным раздражителем в российско-американских отношениях. Мы не понимали, почему американцам так надо поставить в Польше и Чехии такие элементы, я сейчас не буду влезать в технические детали, да, которые можно было бы использовать для перехвата российских стратегических ракет. Или даже установить на них ядерный байгал. Понимаете, в чем вся тут хитрость заключается? Что мы предлагали американцам, это то, на что похожие американцы и натовцы сейчас начинают соглашаться. Мы говорим очень простую вещь. Вот смотрите, мы в свое время по предыдущему договору СНВ уничтожили ядерные ракеты среднего радиуса действия. Их нет ни у американцев, ни у нас. Если вы обратитесь к той истории, которую мы с Алексеем Ивановичем очень хорошо помним, был большой скандал по поводу першингов, крылатых ракет и всего такого прочего. СС-20. СС-20 тогда, да. И наши самолеты Backfire. Немного мы спорили с американскими партнерами об этом. Сейчас мы уничтожили, и мы и они, ракеты среднего радиуса действия. Но именно такие ракеты развивает Иран, именно такие ракеты развивает Северная Корея. Хотя, конечно, последние пуски Топхадонов, хоть мы и выразили озабоченность по этому поводу, что один Топхадон летел в сторону Владивостока. Но понятно, что пока северокорейские ракеты обеспечены чем угодно, кроме систем навигации и наведения. То есть, они как-то летают, как бог на душу положит. Это не очень эффективно. Иран сейчас во время последних маневров и до этого демонстрирует реальные успехи в работе над ракетной техникой. И вот это вызывает некоторые опасения. Почему вообще Иран вызывает некоторые опасения и некоторую настороженность? В первую очередь потому, что в результате иракской операции, назовем ее так, политкорректно, Джордж Буш-младший уничтожил единственный контрбаланс Ирану в регионе Большого Ближнего Востока. То есть, если бы США хотели сделать что-то очень антиизраильское, они это сделали, уничтожив режим Саддама Хусейна. Потому что в результате этого Иран стал сильнейшей, практически доминирующей державой в регионе Большого Ближнего Востока. И ведет себя соответственно. Понимаете, когда президент Ахмадиниджад заявляет в открытую, я уж молчу, когда он отрицает Холокост, но когда он заявляет в открытую, что Россия и Великобритания должны немедленно выплатить контрибуцию или компенсацию, я уж не знаю, что это, Ирану, за оккупацию территории Ирана в 1943-1945 году в соответствии с советской и британской иранским договором, то хочется сказать только одно, напомнить нашим иранским коллегам, что, кстати, до юра этот договор все еще действует. Я не хотел не сказать ничего агрессивного, я просто с легалистической точки зрения напомнил, что до юра этот договор еще действует. Советский Союз, Монгольская Народная Республика и Тувинская Арадская Республика. Ныне субъект Российской Федерации Тува. В 1944 году Тува вошла в состав Советского Союза в качестве автономной республики, но 22 июня 1941 года она объявила войну нацистской Германии, а мирного договора не подписывала. И вот, конечно, страшно себе представить, что тут тувинская конница ворвется на берлинские улицы, но такой казус в международном праве, тем не менее, существует. Вот та же самая история с Российско-Иранским договором. Так вот, Иран себя ведет, соответственно, как сильнейшая держава Большого Ближнего Востока и требует, соответственно, отношения к нему как к равному партнеру. Согласиться с этим далеко не всем просто. Так, ребята, вопросы. Михаил Иванович, а как Вы считаете, все-таки, с Вашей точки зрения, систему правок, которая предполагается разъяснить Европу, она все-таки направлена против иранской агрессии? Или же она имеет... Понимаете, сейчас, когда... Я понял, когда сейчас американцы заменяют один тип ракет на другой и говорят, что вот тот самый другой тип ракет, который может встать в Румынии и Болгарии, значит, будет там стоять, мы по этому поводу реагируем более чем спокойно, потому что это тот самый тип ракет, который перехватывает ракеты среднего радиуса действия. Вот то, что предлагали республиканцы с Польшей и Чехией, нас, честно говоря, волновало чрезвычайно, потому что это могло быть направлено против нас. Сейчас, после заявления генсека НАТО Расмуссона о том, что НАТО готово сотрудничать с Россией, и другое дело, что нас не очень устраивает форма этого заявления, как он сказал, что мы должны присоединиться к некому натовскому проекту. Мы немножко великоваты для того, чтобы присоединяться к любому натовскому проекту. Ну, как-то вот так вот лопнуть НАТО можно от этого. Но, что касается совместной работы, мы к этому были готовы и готовы по сей пору. Мы назойливо предлагали нашим американским партнерам наши объекты в Габалеи, в Армавире. Мы много говорили о своих иных возможностях. Ну, не могу лезть в детали, не имею права, но имею право сказать лишь одно, что тема совместной работы над ПРО двумя президентами обсуждалась и будет обсуждаться дальше. Пока я могу это сформулировать только так. Как Вы лично пришли к идее о том, что необходимо ядерное разоружение? Знаете, я это знал с детства, потому что я родился в Советском Союзе 22 декабря 1964 года. Я вырос, слыша постоянно от моей бабушки, вот лишь бы не было войны, и вырос на том, что и как школьник, и как студент, постоянно как политинформатор пропагандировал мирные советские инициативы. Советская внешняя политика была, начиная с товарища Сталина, построена на мирных советских инициативах. Кстати, товарищ Сталин комитетами защиты мира была покрыта вся страна до уровня районов. Потом как-то это все более централизовалось. Для нас как-то это было, знаете, вот так вот нормально. К нам приезжал товарищ Ромеш Чандар, председатель Всемирного совета мира из Хельсинки. Получал щедрый кусок советского финансового пирога на вот эту работу по защите мира. Вообще как-то так это было. В моей жизни это был такой очень существенный элемент. Но когда пропаганда закончилась, и мы, так сказать, от идеологических шор освободились, все равно было понятно, что угроза-то никуда не исчезает. Есть люди, мы их прекрасно знаем и помним, которые просто именно в силу своей ответственности во время подписания договора в Беловежской пуще сделали все, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан самым решительным образом согласились на отказ от ядерного оружия. Финализовано это было решение на саммите СНГ, который распускал вооруженные силы СНГ. Это было уже несколько лет спустя. Но тем не менее, просто если про это не думать, то можно скатиться в какие-то тартарары ядерного кошмара. Есть договор, так называемый, у нас такая чудесная МИДовская аббревиатура ДНИАО. Договор о нераспространении ядерного оружия. Подписанты этого договора известны, перечень этих стран понятен. Важно сейчас не столько, чтобы те страны, которые подписали договор о нераспространении ядерного оружия, вели себя правильно. Важно, чтобы остальные пороговые так называемые страны, которые могут обладать ядерным оружием уже в силу своих научных, финансовых или технических возможностей, продолжали бы играть по правилам. Известно заявление, идущее из Саудовской Аравии, Египта и Японии, о том, что если Иран получит ядерную бомбу, то эти три страны, по крайней мере, готовы к тому, чтобы у них тоже появилась ядерная бомба. На фоне этого и в сфере мирного атома не все так радужно, как это было, скажем, в годы Холодной войны, когда либо США, либо Советский Союз, но еще, может быть, Франция, могли поставить эффективный ядерный реактор. Последняя история с тендером в Объединенных Арабских Эмиратах на строительство ядерной электростанции, на мой взгляд, очень показательна. богатые эмиратчики предпочли южнокорейский ядерный реактор, который, да, конечно, менее эффективен, да, будет похуже, но сделали это потому, что он дешевле. Тут привлеку ваше внимание еще к одной проблеме российско-американских двусторонних отношений. У нас с американцами был готов еще при Джорджи Буше так называемый договор 1-2-3, договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Но после событий в августе 2008-го на Южном Кавказе администрация Буша отозвала этот договор из американского конгресса с ратификационных процедур. Вот сейчас у нас есть договоренность с американцами, что после успешной ратификации договора СНВ-3 мы вернемся к ратификации договора 1-2-3. Потому что сейчас, иначе мы оказываемся в ситуации, что если мы не сотрудничаем, мы теряем рынки. Вообще ядерная сфера это не только сфера ядерной безопасности применительна к ядерному оружию, это еще и ядерная безопасность применительна к ядерным технологиям, к ядерной энергетике, к ядерному топливу и отработанному ядерному топливу. Например, вот ответьте мне на вопрос, в чем главнейшее российское конкурентное преимущество, когда мы предлагаем кому-то строить атомную электростанцию? Кто не знает, не знает. Что? Это и Австралия может поставлять ядерное топливо, а обслуживать это и финны. Еще раз. Совершенно верно. Главное конкурентное преимущество в том, что мы забираем отработанное ядерное топливо. Американцы этого не делают. Потому что у американцев в свое время был принят закон, который запрещает ввозить из-за рубежа ядерные отходы, в том числе отработанное ядерное топливо, поставленное американцами. Мы это делаем. Нам есть куда это там закопать. У нас достаточное количество, к сожалению, в свое время было наделано ядерных полигонов, которые рекультивировать просто уже невозможно с геологической точки зрения в ближайшие тысячи лет. И вот это на самом деле очень серьезная конкурентная сфера. Очень серьезная конкурентная сфера. Да. Николай Иванович, а скажите, пожалуйста, в чем вы видите основную угрозу сохранения ядерного оружия? Основная угроза сохранения ядерного оружия на самом деле заключается в том, что на сегодняшний день доступность технологий производства ядерного оружия такова, что, ну, в принципе, скачать эту технологию можно в интернете. И для того, чтобы сделать так называемую грязную бомбу, которая не произведет ядерного взрыва по типу Хиросимского или Нагасакского, но просто произведет такое ядерное заражение местности, нужно по большому счету, ну, наверное, килограмм 5-6 обогащенного урана. Ну, представьте себе, сколько это, 5 пакетов сахара, да, по килограмм. Поэтому унести это можно довольно легко, довольно быстро. Главная опасность не в тех странах, которые присоединились в свое время к договору о нераспространении ядерного оружия. Главная опасность в том, повторяю еще раз и еще раз, в том, что многие страны, которые не хотят играть по правилам, могут обладать ядерным оружием. И вторая опасность в том, что это ядерное оружие, пусть и примитивное, пусть и неспособное, там, я не знаю, уничтожить страну, попадет в руки так называемых ядерных террористов. Ведь случаи ядерного терроризма, на самом деле, они в истории известны. Их за последнее время было достаточное количество. 1994 год, Литва, Игнолинская атомная электростанция. Рабочего обидели, зарплату не додали, несправедливо обошлись. Человек решил, а замкну-ка я это все. И начал замыкать, и оно чуть-чуть не долбануло. Чудом удержались. Франция, чуть пораньше, обидели рабочего на атомной электростанции. Он килограмм 10 соли высыпал вот туда. Началась химическая реакция. Вовремя остановили. Таких примеров, на самом деле, огромное множество. И то, что их не популяризируют в СМИ, это слава богу. Представьте, какая паранойя была по всему миру. Что, по большому счету, мы с вами встречаемся, на самом деле, в страшную дату. В юбилей Чернобыля. И представьте себе, да, что каждая атомная электростанция может стать не ядерной, если бомбой, да, то, по крайней мере, очень серьезным, очень опасным источником заражения всего вокруг. Так что, вот в чем угроза. Да, пожалуйста. Ну, в свое время была такая страшная антисоветская шутка, да, что такое коммунизм. И вот ответ на этот вопрос был такой, что это как горизонт, это воображаемая линия, которая при приближении отдаляется. Вот сейчас пока может показаться, что идея отказа от ядерного оружия – это вот тот самый горизонт. Но ведь смогли же мы найти в себе политическую волю и отказаться от химического оружия. Мы же это сделали, да? Пусть мы это сделали, скажем так, несколько ущербно. Могли бы в свое время получить больше денег от американцев, да, на программу утилизации химического оружия. Могли бы более эффективно охранять наши химические объекты в 90-е годы, в особенности, когда действительно было реальной проблемой. Но, тем не менее, мы приняли это политическое решение. И, заметьте, вот это политическое решение на самом-то деле было принято уже задолго до того, как СССР и США отказались от химического оружия. Во Второй мировой войне такого применения химоружия, как в Первой, заметьте, не было, при том, что арсеналы химоружия были практически у всех воюющих стран. Другое дело, что, опять же, кто применял химическое оружие? Скажем так, безответственные режимы. Тот же самый Саддам Хусейн против курдов, например, да? Сирийцы периодически все время порывались применить химическое оружие против Израиля. Слава Богу, советские военные инструктора не давали это сделать. И были такие примеры и в Африке, были и в Азии. Пожалуйста. Евгений Григорьевич, вот принимаем внимание, вот эту тенденцию к разоружению и... Это пока не тенденция. Интенцию. Возможность наступления этого глобального нуля. Как Вы считаете, что тогда будет служить гарантией безопасности и сдерживающим фактором вместо ядерного оружия? Ну, посмотрите, что угодно. Интернет, любые телеканалы типа Discovery Channel, которые, значит, периодически показывают про это, про все передачи. Современный солдат на поле боя — это универсальный боевой механизм, это уже даже не человек, который, в принципе, настолько совершенен, что решение боевых задач, успешное решение боевых задач на самых уровнях. От тактического уровня поля боя до стратегического вполне может вестись за счет обычных средств поражения, то есть не ядерных средств поражения. Но еще даже в советское время был ряд систем оружия, которые сохранятся и сегодня, которые, скажем, по своей поражающей эффективности приближались к ядерному оружию поля боя, к тактическому ядерному оружию, однако не имели тех последствий, скажем, заражения местности или не создавали электромагнитного импульса. Я имею в виду ту самую знаменитую вакуумную бомбу, которую Советский Союз применял в Афганистане впервые, потом федеральные силы пару раз в Чечне сбросили, решили больше этого не делать, потому что гриб такой встает, знаете, как настоящая ядерная бомба, довольно жутковатое зрелище. Вот, но задача решает эффективно, была гора и нет горы. Вот, и таких систем сейчас в мире много. У американцев их больше, у нас меньше. Именно поэтому, скажем, мы и договорились по договору СНВ-3 с американцами о том, что если ядерная ракета-носитель, пусть даже комплектуется обычной боеголовкой, но это вот тот самый носитель, на котором может стоять ядерная, она все равно засчитывается, попадая под договор и под сокращение. Потому что системы обнаружения этих ракет таковы, что мы не понимаем, что там летит с той стороны. Да, она все равно вот для нас, это ядерная ракета. Идем дальше. Михаил Иванович, а как вы думаете, все-таки инициатива должна исходить от правительства, от государства или все-таки же инициатива общественности тоже имеет? Вот, вы знаете, я несколько лет назад попытался освежить свои представления о международных организациях, которые были на слуху в годы моей юности. Вот Всемирный совет мира, я уже упоминал товарища Ромашу Чандру, который им руководил, был мощнейшей международной организацией. Марши мира в Италии, пикеты британских женщин около базы в Грином Комму, всемирные конгрессы сторонников мира. Ничего только не было. Вот, знаете, что такое сейчас де юре Всемирный совет мира? Это юрлицо, приватизированное группой физических лиц, живущих в Греции, имеющее штаб-квартиру в квартире, в Афинах. Ну и, собственно, все. У меня была наивная мысль, вот как-то, может быть, надо возродить Всемирный совет мира, сделать так, чтобы он был активнее. За годы, прошедшие после окончания Холодной войны, общественная активность в сфере борьбы за мир пришла к глобальному нулю, извините мне эту тавтологию. Люди поняли, что есть потрясающая возможность быть потребителями, а не гражданами. Когда возникла ипотека и возможность покупки Ладо-Приоры в кредит, то не хочется думать о политике, в том числе о международной. Вот вам грустная реальность. Поэтому, если вы каким-то образом эту реальность готовы изменить, я вам аплодирую, это то, что надо делать. Спасибо. Общественное мнение, оно существует, но оно очень скептически настроено. Мы собирали подпись под петицией за достижение Холодной нуля, которые, по идее, не знаю, должны были представить государство на Вашингтонском сайте. Но большинство людей, к которым мы подходили, говорили, что это уже хорошо, что оно нужно, что нужно только вынаращивать, потому что без него Россия слабая, и что американцы только ждут, когда мы разоружимся. Как победительский птицизм уже не во всем правильно определить? Ну, понимаете, в чем-то резона в этой позиции есть. Ведь в технологиях обычных вооружений мы от американцев отстаем, и отстаем достаточно существенно, с одной стороны. С другой стороны, мы должны с вами понимать, повторюсь, что если мы не ставим каких-то амбициозных целей, таких вот, как в частности, движение глобальному нулю, то мы так и будем топтаться вот в этом самом болоте. Если хотите, вот эта идея глобального нуля, она открывает реальные возможности для модернизации, в том числе технологической, в том числе и в военной сфере. Она будет подстегивать нас, вкладывать деньги в оборонные технологии, в новые оборонные технологии, более прогрессивные. И в этом ее может быть хороший экономический эффект. Другое дело, что вряд ли вы убедите наших граждан, которые выросли в большинстве своем, все-таки в годы холодной войны, и помнят, что то, что во многом спасло нас от ядерной войны, это вот эта опасность гарантированного взаимного уничтожения с Соединенными Штатами Америки. Вы вряд ли так вот запросто убедите людей в том, что надо от этого всего отказаться. Наверное, так. Можно я добавлю? Да, конечно. Понимаете, вот по моим наблюдениям, а мы с Михаилом Ильичем помним в то время, когда был всплеск антивоенной деятельности, он, как правило, являлся реакцией на возросшую угрозу. Самый большой пик был в 1982-1983 год, когда ракеты «Першинг» и крылатые ракеты с одной стороны... Сбили корейские самолеты и все, да, снежный ком, да. Да, с другой стороны размещение СС-20, так сказать, да, вот создало реальную угрозу, и тогда огромное количество появилось, вот сразу, мгновенно, организации антивоенных. Я помню, например, как в Голландии, в Бенде, в небольших государствах устраивались демонстрации по полтора-два миллиона человек. Вот, знаете, полтора-два миллиона человек демонстрации антивоенной для Голландии немыслимой. И это было очень серьезное давление на правительство, да. Но я должен тут добавить, что наши преподаватели на военной кафедре, а у нас был такой интеллектуальный центр в Московском университете, как военная кафедра, они нам, когда рассказывали про это, они рассказывали очень эмоционально. Они говорили, что вот героические женщины с ракетной базы «Грей Коменс» в Великобритании. Майор не очень понимал, что там происходит, но очень эмоционально дело поддерживал, это было здорово. То есть, понимаете, ощущение, когда угрозы возникают, когда в приоритетах внутренних, вот Лада про Йора, она как бы отходит на второй план, и на первый план выходит проблема выживаемости. Слава Богу, что такой угрозы нет. Но в чем проблема реальная для вас, вот как бы для всех нас? Мы ведь не привыкли думать об очень большой угрозе, но абстрактной, да. Вот мы привыкли жить сегодняшним днем. Поэтому, а ведь это может случиться на самом деле очень быстро и неожиданно для всех. Типун у меня на язык, но что было бы, да, если бы у тех двух шахидок на парке культуры и на Лубянке было бы что-то другое, кроме гексогена, да. Пусть даже не то, что взрывается, а пусть то, что даже вот заражает, да. Словом говоря, банка с отработанным ядерным топливом. Вот думать про это не хочется, честное слово. Ребят, есть какие-то вопросы сейчас, Михаил Петрович? Можем продолжить. Можем ли я вас сказать, что в Советский Союз, начиная со Сталина, проводил исключительно мирную политику? Я этого не говорил. Я сказал, что начиная со Сталина, Советский Союз постоянно выдвигал мирные инициативы. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Советский Союз мобилизовывал в поддержку своей внешней политики общественное мнение, в том числе и в западных странах, выдвигая лозунги, которые ложились на умы и сердца людей, в силу того, что угроза ядерной войны была осознанной, а порой даже переходившей в паранойю. И здесь в данном случае, говоря об этом, я говорю о том, за кем инициатива, и это важно при мобилизации общественного мнения, не может быть односторонних американских мирных инициатив. Тогда мы проигрываем вот эту самую площадку борьбы за общественное мнение, в том числе за западное. Такие инициативы могут быть либо совместными, в идеале. Собственно, поэтому я и поддержал идею этого проекта глобального нуля, потому что это некая совместная инициатива. А что касается миролюбивости советской внешней политики, то когда ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан, у нас был в Институте страны Азии Африки при МГУ имени Ломоносова самый популярный анекдот. С кем на юге и юго-востоке граничит Советский Союз? Вопрос, ответ. С кем хочет, с тем и граничит. Ну, а на самом деле, вот, на моя точка зрения такова. Действительно, мы делали мирные инициативы, начиная с конца 40-х годов при Сталине, во многом они объясняли с тем, что мы все время до начала 70-х годов отставали в гонке вооружения. Мы были вынуждены догонять. Мы все время догоняли. Нам было невыгодно, потому что, понимаете, когда американцы, они реально были, реальные планы, они рассекречены, сейчас вы можете посмотреть эти планы, причем Генштаб их регулярно пересматривал американские. С 45-го года планировалось навесение массированных ядерных ударов по территории СССР. Были военно-воздушные базы, они прекрасно себя показали в ходе Второй мировой войны. Подвешивались туда бомбы ядерные и в случае конфликта военного бомбили СССР. У нас, вы знаете, мы испытали ядерную бомбу и вообще ядерный потенциал серьезно вставал. Даже Карибский кризис, это, в общем, был блеф во многом со стороны СССР. У нас не было ракет, мы загрузили туда единицы. То есть, это были ракеты средней дальности, которые могли до Флориды, как Флорида сейчас называют, не дали того, да. Не, до Хьюстана тоже могли. Да, это чуть-чуть подальше, да. Вот это, в общем, как бы... Поэтому у нас все время было отставание. Вот мы в конце 60-х сделали межконтинентальные баллистические ракеты в промышленных масштабах, да, с разделяющимися подголовками. А до этого мы были отставали, поэтому мы, конечно, были объективно заинтересованы в том, чтобы не было ядерного конфликта. Больше, чем США, конечно, больше. Замочили, Михаил Витальевич? Да нет, ну что вы. Ну, пожалуйста. В настоящее время идет развитие других наслабательных поражений. И существует мнение, что со временем ядерное оружие отойдет на второй план и станет делом более... Менее богатых стран, бедных стран. Так как вы старались с того сделать, допустим, грязную аромную бомбу, очень легко. И поэтому, каково ваше мнение о таком бомбе? Ну, я вынужден его повторить. Я уже как бы говорил, по-моему, об этом. Что, да, действительно, современные неядерные технологии в системах вооружения таковы, что они позволяют, а скоро позволят вообще решать любые тактические или стратегические задачи без использования ядерных боеголовок. И поэтому-то, собственно, да, и так важно ответственным государством, продвинутым государством, продвинутым технологически, продвинутым экономически, как раз и держать в узде тех, кто стоит на пороге обладания ядерным оружием. И держать их в рамках. Почему, скажем, применительно к тому же Ирану? Мы повторяем все время одно, что в чем был наш главный спор с администрацией Буша в отношении Ирана? Мы говорили, что в восточной политике надо играть в политические шахматы, а нам говорили, нет, надо играть в политическое регби. Нет, ребята, регби это не сильно эффективно, да, это вот грязь месишь, да, еще там вот могут вот локтем по носу заехать. А шахматы все-таки как-то так оно вот надежнее, да, если уж мат, то мат. И мы в этом смысле последовательно абсолютно. Мы говорим, что до тех пор, пока господин Аль-Бородей доволен, мы тоже довольны. Вот одна из причин, почему мы строим этот самый Бушер еще, знаете, в чем заключается? Вот, скажем честно, это единственная причина, почему иранцы не могут отказаться от инспекторов МАГАТЭ, которые периодически туда наезжают. Потому что есть юридически связывающие обязательства по российскому контракту по Бушер. Вот как это не прозвучит парадоксально, но Бушер это то, что позволяет МАГАТЭ быть в Иране. А не просто потому, что Россия так хочет, чтобы Иран обладал ядерными технологиями. Да, вот. Пошли, не вопрос, да? Да, еще можно. Вы затронули тему Аль-Ирана. А какие действия предпринимаются, чтобы ограничить Корею и как-то приводить ее к сотрудничеству? Потому что санкции, они, как мы видим, не очень сильно действуют в этой стране. Как заставить их сотрудничество? Значит, залезьте в Google, наберите North Korea, South Korea satellite map. Потрясающая фотография из космоса. Вот она все объясняет. Солнцем, светом, ночью залитая часть Южнокорейского полуострова. И вот страшное черное пятно Северной Кореи. Как удержать Северную Корею от чего бы то ни было, на самом деле вопрос наисложнейший. У американцев есть сейчас любимая шутка, что единственная страна, которая не пострадала от экономического кризиса, последняя, это Северная Корея, в силу отсутствия там экономики. Это может казаться очень смешным и забавным, но, к великому сожалению, ни мы, ни американцы, ни китайцы не обладаем всей полнотой разведывательной информации, которая позволяет судить нам о том, что там на самом деле происходит. Вот как удержать Северную Корею, это задача серьезнейшей политической эквилибристики. И очевидно, что режим Ким Чен Ира торгуется, торгуется за свое будущее, торгуется за то, чтобы остаться как-то там, не знаю, при деньгах, при делах. Понятно, что в, может быть, даже самой такой очевидной перспективе произойдет-таки объединение Корей. Понятно, что ни один тоталитарный режим не вечен. Но дело в том, что если с этим режимом не взаимодействовать политически, а шестисторонние переговоры – это как раз тот самый формат политического взаимодействия, этот режим закроется в себе, объяснит своему народу в очередной раз, что кругом враждебное окружение, как-никак окрепнет и может наделать довольно больших бед. Потому что какие-никакие, но ракеты Табхадон все-таки ракеты летающие. Хотя, опять же, американские партнеры и шутят, что они slightly used, just fired once. Давайте последний вопрос. — Государство, извините. — Государство должно отомневаться. — Понимаете, вот ваш вопрос, каким образом государство должно воспитать общественное мнение. Напоминает мне фразу одного российского политика, который несколько лет назад, выступая в одном очень уважаемом присутствии, сказал, что чем в стране больше хорошо подготовленных офицеров, тем крепче основа для гражданского общества. Это сильная мысль, согласитесь. Вот, залезьте в интернет, проверьте. Вот, вы знаете, когда государство воспитывает общественное мнение, то это как-то не очень правильно с точки зрения перспектив этого государства. У нас одно государство воспитывало общественное мнение, Советский Союз он назывался. Кончилось довольно плачевно. Вот, мне кажется, что общественное мнение должно воздействовать на государство. И в данном случае вы имеете тот самый уникальный шанс воздействия на государство, как люди молодые, имеющие, на мой взгляд, очень хорошие перспективы, потому что вы получаете хорошее образование в хорошем институте, университете, извините. Вот, это ваша задача, как сделать так, чтобы те чиновники, которые к вам приходят с лекциями, те депутаты, которые к вам приходят с лекциями, постоянно слышали бы от вас одни и те же вопросы. Дорогие мои, а вы про это думаете? А что вы про это думаете? Тут вы должны воспитывать государство, а не государство вас. Михаил Иванович, пожалуйста, позвольте последний вопрос. Но сначала, конечно, хотел бы поблагодарить, я думаю, от лица всех, кто сидит сейчас в этой аудитории, и сказать вам огромное спасибо за то, что вы нашли время. Очень приятно. Вы посетили нас, вы поведали нам действительно, мне кажется, бесценную информацию. И спросить, ну, может быть, не по теме, конечно, но, правда, очень интересует. Как вы лично относитесь к тому, что на днях был подписан договор о продлении и базировании Черноморского флота еще на 25 лет? Очень интересный вопрос. Я считаю, что для украинского руководства это решение мудрое и стратегически верное по большому количеству внутриполитических причин. Черноморский флот России на базе в Севастополе сегодня это не столько, может быть, военная сила, хотя не надо недооценивать, что именно этот флот, например, вместе с флотами НАТО воюют у берегов Сомали против пиратов. Это не наши ядерные подлодки из-под Мурманска и Архангельска. Это вот Черноморский флот, тот самый, про которого все пишут, что он давно прожавел, и уже там ни одна посудина не плавает. Для украинского руководства это возможность получить очень хорошие деньги, получить уникальные преференции по ценам на газ. Все это, а зима не за горами, даст, на мой взгляд, очень серьезный внутриполитический эффект для режима Януковича. Для нас это гарантия того, что мы имеем большой временной зазор для того, чтобы привести в порядок, я уж не знаю, там, что Новороссийск, кто АПСЭ, что угодно, да, и перенести в конечном счете базу на нашу территорию, потому что, должен вам сознаться, военная база за рубежом – это очень дорогое удовольствие. Мы в свое время, скажем, центр радиоэлектронной разведки наш в Лурдосе на Кобе закрыли по экономическим причинам, и военно-морскую базу в Камране во Вьетнаме закрыли тоже по экономическим причинам, два решения президента Путина. И не потому, что мы хотели поссориться с Кастро или поссориться с Вьетнамом, потому что это накладно, это дорого, да. Когда тут американцы периодически публикуют цифру, сколько им на самом деле стоит база Гуантанамо, они никогда не секретят эту информацию. Волосы дыбом встают. Так вот, можно, не знаю, Детройт поднять из руин экономического кризиса. Сейчас же у нас получается, что бывший центр автомобильной индустрии поднимает только Северсталь российская, которая три года назад купила там Ружфектори, главный металлопроизводящий завод, и там, значит, во все дело колепает, создав 550 рабочих мест. Так вот, и в принципе-то мне думается, да, что мы получаем действительно возможность за 25 лет что-то такое отстроить на своей территории. Но понятно, что этим решением тот же самый Янукович получает для себя, ну, в геометрической прогрессии увеличившуюся поддержку русскоязычного населения Украины. У него сейчас непростые времена с оппозицией Верховной Ради, ему такая поддержка нужна. Так что, как это не странно может, не парадоксально прозвучать, но то, что Янукович подписал такое соглашение, это абсолютно про-украинское действие украинского политика, а вовсе не про-российское действие украинского политика. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.